Парад в Краснодаре. Армавирцы приняли участие в торжествах в честь годовщины реабилитации казачества. Участие в программах в экономику и социальную сферу города удалось привлечь более 2 миллиардов рублей. Ремонт улиц. Дорожные рабочие начали устранять ямы и выбоины на проезжей части городских магистралей. Здравствуйте в студии Марина Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. В Краснодаре прошли торжественные мероприятия, посвященные 28-й годовщине со дня принятия закона о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества. В них приняли участие казаки Лобинского отдела и ученики Армавирской школы-интерната номер один казачья. Подробности расскажет Влада Волошина. 28-й раз мы отмечаем принятие закона о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества. Закон о реабилитации репрессированных народов был подписан 26 апреля 1991 года. С этого времени началось возрождение казачества, в том числе и на Кубани. В честь значимого события возле войскового собора Александра Невского состоялся молебен, который отслужил митрополит Исидор. Годы гонений не сломили дух казаков. Сегодня Кубанское войско насчитывает десятки тысяч продолжателей традиций предков. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что казачество является общественно значимой единицей. Кубанское казачье войско – самое многочисленное, самое организованное казачье войско в стране. Вы патрулируете улицы наших городов и столиц, охраняете школы и детские сады, растите хлеб на своей земле, участвуйте в управлении муниципальными образованиями. Приветствуя участников торжества, казачий генерал Николай Далуда сказал, что сегодня войско состоит из сплоченных патриотов, которые всегда готовы прийти на помощь россиянам. На стоящую самоотверженность казаки нашего войска провели во время ликвидации последствий трагического наводнения в Крымске, Новороссийске, Геринжике в 2012 году. Около трех тысяч казаков принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории края в 2017 году. Колонны казаков, кадетов и учащихся казачьих классов прошли торжественным маршем по улице Красной до главной городской площади. Здесь состоялся парад, в котором приняли участие около пяти тысяч казаков со всего края. Среди них были представители Лобинского отдела и ученики Армавирской школы-интерната номер один «Казачья». Их приветствовал атаман Николай Далуда. Здравствуйте, господа казаки Лобинского казачьего отдела! Ура, ура, ура! Поздравляем вас с праздником! Ура, ура, ура! Участниками парада стали пешие иконные группы почетного караула, парадный расчет кубанского казачьего хора, коробки военных частей, где служат казаки из районных обществ. Армавирские казачата смогли прикоснуться к современным традициям общества, проникнуться духом патриотизма. В одном строю с ними шли и представители регионального союза казачьей молодежи. Это полторы тысячи ребят из семи казачьих кадетских корпусов, казачьих школ и групп профессиональных учебных заведений и вузов. Влада Волошина, Евгений Халманский, служба информации и телеканала РЕН-ТВ Армавир. К другим темам. Более двух миллиардов рублей удалось привлечь в экономику и социальную сферу Армавира в прошлом году из бюджетов регионального и федерального уровня. Это стало возможным благодаря участию нашего муниципалитета в региональных и федеральных государственных программах. Подробности в следующем сюжете. Итоги реализации региональных и федеральных программ на территории Армавира обсудили на совещании в администрации города. В 2018 году на территории региона реализовывались мероприятия в российских семей государственных программах, которые направлены на улучшение качества жизни населения в Кубани и социально-экономическое развитие региона. 16 программ предусматривали выделение финансовых средств муниципалитетам края. В 15 из них участвовал Армавир на условиях софинансирования. В результате в прошлом году город получил более 2 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. Они были направлены на строительство социальных объектов в ЖКХ и другие сферы. При этом собственных средств из местного бюджета Армавир потратил всего лишь 67,7 миллионов рублей. В конечном итоге при маленькой доле местного бюджета мы имеем сегодня определенные вливания в город со стороны регионального и федерального бюджета. Если бы таких региональных и федеральных программ не существовало, собственных финансовых ресурсов Армавиру просто бы не хватило на решение многих социально важных вопросов. Например, в старой станице не достроили бы учебный корпус школы номер 25, не появился бы новый спортивный зал в школе номер 10. Сегодня куча направлений, куча программ. И от каждого на своем месте зависит от того, город получит 2 миллиарда, там 30 миллионов, или получит 3 миллиарда, или 5 миллиардов. Все только от нашей расторонности, от нашей совместной работы. Именно поэтому глава Армавира Андрей Харченко требует от своих подчиненных и в дальнейшем активно заявлять наш муниципалитет для участия в региональных и федеральных государственных программах. Тем более, что в этом году появились новые направления софинансирования местных бюджетов в рамках пяти государственных программ. Я еще раз говорю, если где-то будет свободная клеточка, что мы по какой-то программе не участвуем, или должно быть аргументированное объяснение, если его нет, тогда значит специалист не на своем месте. Ну, наверное, так, по-другому нельзя. Хотя сказать, что Армавир где-то в чем-то артилевом нет, но если можно больше решить проблем в ЖКХ, в топливно-энергетическом комплексе, в образовании, в здравоохранении. Мы что, сами себе враги, что ли? Давайте решать. Теперь дело за руководителями структурных подразделений администрации, а также руководителями муниципальных учреждений. Для участия в программах и получения субсидий они должны будут как можно скорее подготовить необходимую документацию. Марина Белова, Игорь Щенников, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир. Администрация Армавира обращается с просьбой к жителям города, которые еще не навели порядок на могилах усопших родных и близких, сделать это в ближайшие дни. Очень важно не забывать о тех, кого уже нет рядом с нами, и своим трудом проявить к ним почтение. Горожанам следует учесть, что с 24 апреля проезд автотранспорта на кладбище будет закрыт. Это связано с началом работы специальной техники. В целях наведения должного санитарного порядка с 24 апреля будет ограничен въезд личного транспорта на территорию городского кладбища для осуществления уборки крупногабаритного мусора и движения автомобильного транспорта, связанного с уборкой. Тут приносим свои извинения за причиненный неудобств. Продолжаем выпуск. Ямочный ремонт. В Армавире приступили к обновлению дорожного покрытия. С наступлением тепла рабочие начали устранять ямы и выбоины. В планах ремонт на 40 улицах, в том числе в центральной части города. За ходом работ наблюдала наш корреспондент Инна Лепеткина. В Армавире взялись за разбитые дороги. После зимы на многих участках испортилось покрытие. На асфальте появились мелкие и крупные выбоины. В тех местах, где не нужно кардинальное обновление, ямы устраняют локально. Фирма ДТК проводит ямочный ремонт по муниципальному контракту. Ремонт снижения уличной сети. Дорожной уличной сети города Армавира. Контракт рассчитан до 31 декабря. Ямочный ремонт в объеме 6700 квадратов. И первоочередная задача до 1 мая закончить центр города. Чтобы на праздник люди шли более-менее по хорошей дороге. Весной ямочный ремонт затронет порядка 40 улиц. Их обследуют и выявляют повреждения. Затем разбитый участок вырезают и обрабатывают битумной смесью. После тщательной подготовки на месте выбоины укладывают свежий асфальт. При наличии сегодняшней техники, современной уплотняющей машины, катки вибрационные, то есть есть гарантия, что эта ямка прослужит долго. Дорожники трудятся с середины марта. Уже завершили работы на улице Комсомольской, Шоссейной и других. Ремонт продолжится в центральной части города. От улиц Жукова до Мира. А также в сельских округах, в Старой Станице, поселках Восток и Кнейтим. Инна Лепеткина, Артур Коржанян, Служба информации, телеканал РЕН-ТВ и Армавир. Это был заключительный сюжет. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.